В эфире программы «Познер» гость программы Михаил Козинек. Здравствуйте, Михаил Семенович. Здравствуйте. Вы знаете, обычно, представляя гостя, я называю его сферу деятельности, его профессию. Но с вами это затруднительно, поскольку вы фигурируете в разных источниках, ну и как скрипач, и как вообще музыкант, и как искусствовед, и как культуролог, и писатель, режиссер, и актер, профессор Драматического института Стокгольма, академик Славянской академии, то есть член Международной комиссии искусств. Целый ряд вот таких, такая россыпь. Вот вы-то как бы себя представили? Я кто? Я культуролог. Культуролог? Скорее всего, да. Хорошо. Это упрощает дело. Упрощает, потому что и театр, и музыка, и поэзия, и литература, это все одно и то же. Это явление культуры. Культуры, конечно, конечно. Еще у вас есть такая, ну, знаете, должность, которая называется эксперт Нобелевского концерта. Вот что это такое? Просто я вообще не понимаю, что такое Нобелевский концерт. Сейчас объясню. В 2005 году решили перед вручением Нобелевской премии за день устроить концерт Королевский оркестр, Йо-Йо-Ма и так далее. И меня позвонили и пригласили стать музыкальным ведущим этого концерта. Это концерт, на который приезжают Нобелевские лауреаты, их, значит, встречают перед концертом. Получившие. Нет, еще не получившие. Получение завтра. И вот, значит, я рассказываю из специальной ложи шведам, норвежцам, датчанам и всем, кто подключен к этому концерту, о музыке. Которую будут играть. Да, которую будут играть. То есть в афише написано или на телевидении в титрах «Музыкальный эксперт Михаил Казиник». Понятно. Вот так и получилось. И каждый год это разная музыка, очевидно. Музыка все время разная, но, к счастью, должен сказать, что огромное количество русской музыки. Я всегда горжусь. И дирижеры разные. И дирижеры разные, конечно. Понятно. Вот, слава богу, теперь я вот понимаю, что это такое. Еще где-то я вычитал, что вы являетесь германифтиком. Значит, я пытался понять, что это. Сказано, что это специалист по искусству толкования. Это так? Да, я думаю, что это так. Тогда скажите мне, пожалуйста, а что вы толкуете тогда? Будьте так любезны. Ну, давайте. Я толкую тексты. Если говорить о культурологии, то, прежде всего, самое главное в произведении искусства, то, что оно всегда многослойно. Если человек воспринимает первый уровень, то это уровень, я его условно называю попсовым. Когда человек идет во второй уровне. Ну, это очень условно. Да, условно. Когда человек идет во второй, в третий и далее уровне, перед ним открывается бездна. Вот, скажем, я провожу встречу с учителями, филологами, и прошу их прочесть первые строчки стихотворения Пушкина. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. Это можно тоже, да. Тогда станет ясно, что мой дядя осел, потому что осел был самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. Значит, умер. Во времена Пушкина о мертвом либо хорошее, либо ничего. Если так говорить серьезно, то мой дядя осел, он как только заболел, сразу умер и лучше выдумать не мог. Это тоже герменевтика. Но я хотел сегодня другой пример, более тонкий. Ну-ка. Помните такое? Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон в заботы суетного света, он малодушно погружен к Пушкина. Так вот, я обращаю внимание, что акцент нужно поставить не на света, а на слове суетного, потому что Аполлон – это бог солнца. Теперь читаем. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон в заботы суетного света, он малодушно погружен. То есть, пока нет солнечного, божественного, он в суете. Да, но значит, это все-таки… да, это толкование, толкование текста. Согласитесь с тем, что все-таки истолковывать текст можно по-разному. Вы так, другой эдак. Ведь вы же не можете настаивать на том, что именно это правильно. Другой скажет, нет-нет, извините, Михаил Семенович, вот не это слово самое ключевое, а вот и это. Это же культура, искусство. Ну, как вы знаете, когда-то сказал Чехов, невозможно доказать, что Пушкин лучше Златовратского. Невозможно. И все-таки невозможно, Владимир Владимирович. Ну, как это так? Ну, вот, например, мы поставили в Стокгольме такой спектакль в театре-студии «Лидерман», который назывался «Вместо чайки», где мы пытались понять, почему чайка, которую Чехов назвал комедией, получилась трагедия, и почему Чехов не здоровался со Станиславским. И вот первый же эпизод, когда выходит Медведенко и Маша, и начинается разговор, где Медведенко признается Маше в любви, а Маша дает ему табак. Помните? Угощайтесь. Я помню, конечно, да. Давайте подумаем, почему Станиславский не увидал, что Маша и Медведенко – это пародия на сказку «Маша и Медведь». Не случайно она Маша, он Медведенко. Там же Медведь тоже от любви обезумевший несет пирожки в деревню бабушки и дедушки и слышит голос любимой, которой высоко сижу, далеко гляжу. Так вот, мы решили посмотреть, а что действительно было бы, если бы этот спектакль Станиславский увидал так, первый же выход. А все очень просто. Я вас люблю. Выходите за меня замуж. Я не могу, говорит Маша. И вдруг пауза. Протягивает ему кисет с табаком. Угощайтесь. Спасибо, не хочу. О чем здесь? Чего ждал Медведенко? Любви. А что получил? Табак. Дело табак, говорит Чехов. Жаль, что нет здесь Чехова, который бы сказал правильно, Михаил Семенович. Или сказал бы, знаете что, Михаил Семенович? Я совершенно не это имел в виду. Понимаете? Потому что когда вы толкуете тексты умерших, ну, вам раздоле. Умерший ничего не может вам сказать. Понятное дело. Мне было бы гораздо интереснее, если бы вы толковали бы тексты живого, которые, скажем, понимают со всеми так, а вы бы сказали, нет, это не так, и этот живой сказал бы, вот, слушайте его. Это было бы действительно интересно. Вы знаете, я толкую тексты и музыку живых композиторов. Да, толковать музыку, это вообще... Ну, ладно, поговорим еще об этом потом. Потому что это важно, это интересная вещь. Скажите, пожалуйста, вы начали свою лекторскую деятельность, когда ему было 15 лет. Да. Не рановато ли? Вообще, все-таки, ну, конечно, бывает, что, скажем, бундеркинды, ну, вот, исполнители музыкальные именно, и раньше, чем в 12 лет, и в 7 лет даже бывает, там, и так далее. Но все-таки это чаще всего, когда мы говорим о бундеркиндах, это техника. Это редко бывает проникновение в суть того, что он играет. Ну, он блестяще это делает. Я показываю рояль, конечно, это может быть и это, ваш инструмент. Лекция в 15 лет все-таки предполагает определенный опыт. Не рано, нет? Давайте я отвечу на этот вопрос так. В эти же 15 лет, когда я читал свои первые лекции, я писал такие вот стихи. Маленькое стихотворение, которое называется «Попытка объяснить мир». Так. Он звучит так. Это 15 лет. Да. Все, что есть в мире, возможно, из глины. Горло кувшинов, людей горловины, звезды, осколки разбитых сосудов. Мысль только суд над обеденным блюдом. Вены кастрюли встревожила накипь, сколько посуды погублено в драке. Бог из тукан повторяется в лепке. Там ритуал, где замешана крепко. Глина вернется в свое состояние. Лишь разогрей пылью все мироздание. Если творящего жажда измучит, нету ковша. Но есть крылья и круча. Мог я, имел я право читать лекции? Не знаю. Стихи хорошие. Но вы понимаете, как Пушкин писал стихи, когда ему было меньше 15 лет. Это другое дело. Гениальный поэт, это одно дело. Лекции читать, то есть учить других чему-то, потому что ведет лекции. Не знаю. Ладно. Значит, вот ваша забота, как мне кажется, или одна из ваших основных забот, это все-таки пропаганда. Не люблю я это слово. Но если без отрицательного налета пропаганда классической музыки. И с одной стороны, вот вы говорите, что хорошая музыка в хорошем исполнении не требует никаких слов. Она дойдет до любого человека. Это сказал Рихтер. Да. Вы говорите, что это не так. Абсолютно не так. Что она до какого человека дойдет? Вот, например, мне абсолютно не музыканту по образованию. Мне абсолютно не нужно ничего толкования, чтобы наслаждаться музыкой. Я вас уверяю. И мне не нужно объяснять, что он имел в виду то-то и то-то. Я могу чему-то улыбаться. Я могу и заплакать. И мне не надо, чтобы мне объясняли. Это до меня доходит. Абсолютно. Меня это волнует. Причем с раннего детства. С трех лет. Хотя я не музыкант и никогда им не был. Вам не кажется, что это очень индивидуальная вещь? И что есть люди невосприимчивые. Есть такие люди. Еще как есть. Кажется. И я это понимаю. Но я не толкую музыку. Для этого нужно просто прислушаться к тому, что я делаю. А делаю я вот что. Любое произведение искусства – это вибрирующий источник энергии. Это что такое? Любой человек… Что такое вибрирующий источник? Вибрирующий, ну, предположим, музыка Иоганна Себастьяна Баха. Предположим. Или Вольфгангамада и Моцарта. Это определенные звуковые вибрации, которые как источник энергии хотят зайти или войти в приемник, то есть принимающего субъекта. Для того, чтобы субъект воспринял музыку, ему нужно находиться на волне этой музыки. Моя задача – не толковать музыку, не объяснять музыку, а какими-то путями – эмоциональными, психологическими, интеллектуальными, парадоксальными – подготовить человека, то есть приемник, настроить его на передатчик. И тогда происходит акт восприятия. И тогда не только вы, вы воспринимаете и без меня эту музыку, но и те люди, которые живут без музыки, неожиданно получают шанс ее услышать. Вот в чем моя задача. Я могу перед музыкой Баха говорить об Эйнштейне, перед музыкой Моцарта говорить о жизни и смерти, перед музыкой Шостаковича говорить о попытке искусства бороться со всемирным злом. И это совсем не трактовка музыки, это настройка введения в дух и в состояние творения искусства. А если предположить, что человек вот так и проживает свою жизнь, не воспринимая эту музыку по разным причинам, что с того? Знаете, такие люди есть и были. Даже сам отец кибернетики, Норберт Виннер, говорил, что есть громкий шум и тихий шум, и то и другое мешает работе. Вот был такой человек. Но он был от этого не меньше. Но я говорю сейчас о другом. О том, чтобы дать шанс... Это важно? Очень. Потому что? Потому что... Ну, вспомним курочку-рябу. Я очень люблю эту притчу. Это не сказка, это притча. Курочка-ряба однажды в жизни несет непростое золотое яичко. А дед и баба ведут себя с простым, золотым, так как всю жизнь вели с простыми. У них есть предварительная установка. Куры несут яйца, из яиц жарят яичницу. Они стали его бить. Дед бил, баба била, не разбила. Мышка с хвостиком – это тест. А что будет, если все-таки разбить? Плачут. Почему плачут? Потому что погибло творение искусства? Яйцов аберже? Нет. Потому что остались без яичницы. И тогда курочка произносит мораль. Я снесу вам то, что вы хотите. Я больше не буду экспериментировать. Вот вам простые. Каждый день жарьте себе яичницы. Вот же о чем. Это прича о шансе. То есть один раз человек получает шанс. Вот я хочу предоставить шанс как можно большему количеству людей для того, чтобы выявить из них тех, кто случайно когда-то не услышал, кого когда-то погубили в школе на уроке музыки или в детском саду, или родители, которые сказали, что это все не музыка и ерунда. Вот задача – открыть тех, кто не открыт по всяким печальным причинам. Только. Вы как-то сказали следующую любопытную фразу. Я не устаю повторять. Дайте мне на первом канале в прайм-тайм 10 минут до или после новостей, и я приведу к большой музыке огромное количество людей. Ну, наша программа, к сожалению, выходит не в прайм-тайм, она выходит значительно позже. Но вы действительно считаете, что вам достаточно 10 минут, чтобы привести огромное количество людей к пониманию, к ощущению, к возможности воспринимать классическую музыку? Да, в этом я убежден. И вот почему. Пока без телевидения я вынужден работать физическим телом. А физическое тело, оно не может объять миллионы людей. И когда я приезжаю, скажем, в Нижний Новгород и даю там три подряд вечерних концерта в Тысячном зале, то зал заполнен, и еще люди покупают входные билеты. Значит, когда-то я начинал с двухсотместного зала в Нижнем Новгороде. Потом меня пригласила Томина, знаменитая легендарная директора филармонии, друг Ростроповича и так далее. И вот началось это чудо. Я открываю сезон тремя концертами. И вот эти концерты дают потом на весь сезон отцвет и темы очень необычные с симфоническим оркестром и так далее. Значит, в этом городе вдруг неожиданно на меня ни раскрытого телевидением, ни распиаренного, ни народного, ни заслуженного, ни деятеля, ни кандидата, ни орденоносца вдруг начали приходить люди, причем в большом количестве. 20 лет я занимался городом Костромой. Я давал пять вечеров по два потока в советские годы. И это были полные залы. А теперь ко мне приводят детей, этих детей, этой молодежи, которая была 25 лет назад. Так что я вижу, что результаты деятельности таковы, что все... То есть вам это дано? Дано. Хорошо. Значит, я прочитал некоторое количество ваших высканеров в интервью и довольно подробно ознакомился с вашим сайтом. И не могу не сказать, что не был удивлен ну, вашей, я скажу так мягко, весьма высокой самооценкой. Вы о себе говорите случайно в таких превосходных тонах. Один пример. Я решил быть своего рода проводником между гениями и человеком. Значит, выходит, что вы на «ты» с гениями, раз вы этим занимаетесь. Это во-первых. И во-вторых, почему вы считаете, что я свожу это к вам и к себе? Что я, например, нуждаюсь в вашем посредничестве, чтобы, например, насаждаться Шекспиром или Бахом или Леонардо да Винчи? Что за странная роль вы себе приписываете вообще? Я могу быть посредником между гениями и всеми вами остальными? Ну, это не совсем так. Вот так, как вы сейчас подумали. А как? Все очень просто. Когда я ощущаю биение пульса гениального композитора, гениального поэта, гениального писателя, то мне очень хочется принести эту гениальность к другим людям, к тем, которые живут без углубления в этих гениев. И все. Это не значит, что я с ними на «ты», а это значит, что что-то почувствовав, я испытываю потребность передать это людям. Они могут не принять, не согласиться, они могут отвергнуть, что и делает часть людей. У меня не только есть друзья и поклонники, у меня есть полные отрицатели, которые тратят огромное время на то, чтобы следить за всем. Да, но неужели. Есть, есть, сколько угодно. И меня это тоже радует, потому что я, это первое доказательство того, что я не являюсь тем самым гением, который, общаясь на «ты» с гением, приношу все это другим людям. Просто когда я прочел у Гоголя о том, что, скажем, когда Чичиков приезжает к Манилову, и они там разговаривают, и Манилов говорит, совершенно удивительное дело, майский день, его зовут Манилов, его зовут Лизонька, ай, иа, приятнейший человек, то у Гоголя вся музыка, поэмы построены на этих зияниях. Послушайте, послушайте. И я делюсь с людьми. Да, ну я понимаю, что вы делитесь, но смотрите, вы не можете делиться с Шекспиром, потому что Шекспир писал по-английски, Гоголь писал по-русски. Вот эти о литерации и всю эту красоту, которую вы сейчас произнесли, она есть по-русски. В переводе ее нет и быть не может. Поэтому я не говорю о литерации Шекспира. Следовательно, вы не можете говорить. Вы можете с русскими только говорить о русской литературе. Конечно. Только. Поэтому я прежде всего с русскими говорю о русской литературе. Поэтому я три четверти времени провожу с русскими и ни с какими другими. То есть вы пытаетесь открыть для них то, что, пожалуй, обычный читатель не видит или не слышит. Я так понимаю. Может быть, а почему нет? Я не против. Этот читатель может отвергнуть. Но я только знаю, что когда я проводил некоторые эксперименты по поводу мертвых душ, то выяснилось, что мертвые души вдруг неожиданно стали раскупать. Я заинтересовался этим вопросом. То есть, понимаете, мне, например, ужасно захотелось рассказать огромному количеству людей, почему Гоголь действительно назвал поэмой мертвые души. Почему поэмой? Об этом сколько написано. А на самом деле, то, что я вам предлагаю, это другая точка зрения. Потому что каждый из душ, с которыми встречается Чичиков, они не только не мертвые, они живее всех живых. Как только он уезжает от Манилова... Это вы по поводу Ленина живее всех живых. Да, да, да. По поводу Маяковского. Как только Чичиков уезжает от Манилова и попадает в коробочки, то там спину скипидаром смазывал батюшка, спину почесать, пятки почесать, там все на... А скажите мне, пожалуйста, это мне просто очень любопытно, я как просто люблю все эти вещи страшно. Вам... Вы полагаете, что Гоголь думал, когда он это делал, или что это просто у него так выходит? Самый хороший вопрос. Владимир Владимирович, талант думает, гений у него это так выходит. Ну, он же гений. Да, конечно. Я думаю, что в русской литературе Гоголь может быть, ну, наряду с Пушкиным величайшей гений. Я абсолютно согласен. Более того, когда спрашиваешь латиноамериканских писателей по поводу латиноамериканского романа, вы откуда? Они говорят, из Гоголя. Представляете, какое чудо и гордость какая. Ведь Гоголь – это родоначальник всего Кавки, родоначальник потока сознания. Ну, вы знаете, что Гоголя ныне положено переводить на Украине на украинский язык. Так, я вам... Да, замечательно, конечно. Хорошо, оставим эту тему, потому что она не наша, скажем так. Вы считаете, что процент людей сейчас, разбирающихся, я это слово выделяю, в музыке, литературе и живописи, настолько мал, что становится страшно. Это утверждение вообще поражает сумм вопросов. Ограничен с двумя, правда. На каком основании вы считаете, что раньше этот процент был выше? Какие есть этому подтверждения, что раньше в стране полуграмотной, крестьянской, не читающей процент разбирающихся в музыке, в живописи, в литературе был выше? Это раз. И второе. Что значит разбираться? Вот человек получает наслаждение от Моцарта, от Толстого, от Ван Гога. Это значит, что он разбирается, он получает наслаждение. А что там разбираться, в чем? Вот два вопроса. Ну, видите, это два вопроса, на которые нужна отдельная программа. Вот в чем дело. Вы сейчас в мимолетном интервью хотите задеть самые фундаментальные вопросы. Разбираться и получать наслаждение. Значит, получение наслаждения, я не хочу никого обидеть, это лишь только одна тысячная доля общения с произведением искусства. Потому что есть получение наслаждения на первичном уровне, а есть на втором, когда вы постигли тайны. Есть на третьем, когда эти тайны захватили вас. Есть на четвертом, когда вы выключили все телевизоры и наслаждаетесь тем, что вы читаете, произносите это вслух. Вот едите, как ананас. Вы ощущаете это, как вино колоссальной выдержки. Когда вы слушаете фугу, и вдруг до бесконечности ощущаете не только наслаждение. Это все наслаждение. Это все наслаждение. Это еще интеллектуальное. Вспомните игру Диффер Германа Гессе, где математика и музыка двуэдиное начало. Ну, конечно. С точки зрения музыки наслаждайтесь, с точки зрения математики получаете колоссальное новое наслаждение от того, что вы постигли структуры, тайны гениального творчества. Ну, это же совершенно понятно. Есть разные уровни восприятия. Я согласен. Разные уровни, да. Ну, и наслаждение. Что такое разбираться? Разбираться, я понимаю, так. Теоретик, критик, будем надеяться, хороший критик, профессиональный критик, он разбирается, он видит, как это построено. Он видит стыки, он все это видит. Ну, ей-богу, для наслаждения это совершенно необязательно, конечно. Нет, не обязательно. Не обязательно. Следующая стадия за наслаждением есть стадия постижения и наслаждения на более высоком уровне. Хорошо. А все-таки вернемся к первому вопросу. К первому. Сразу отвечаю. Все, надеюсь, помнят его, да? Вопрос о том, было ли раньше большее количество людей. Почему вы считаете? Вот почему я считаю. Меня когда-то в 15-16-летнем возрасте поразила одна история. Когда 12-летняя девочка, пенсионерка гимназии Ржевской, обращалась к своему дядюшке с просьбой показать, что у него на медальоне, который тот носил закрытым под крышкой. Дядюшка снял медальон, протянул 12-летней девочке, пенсионерке Московской гимназии. Девочка посмотрела, открыла, а там пять линеек и четыре ноты. Соль диэсси, фаддиэс ми. Верни медальон, говорит, дядюшка, ты еще не понимаешь, потом поймешь. Девочка говорит, дядюшка, я уже знаю, что здесь написано. Здесь написано, я люблю вас. Как учили эту девочку в России, если не музыкальная школа, не школа с музыкальным уклоном, не консерватория, не сверхэстетические элитные образования. Нормальная российская гимназия, в которой девочка, увидав четыре ноты, пропела их про себя. Соль диэсси, фаддиэс ми, я люблю вас. И вспомнила и оперу Чайковского Евгения Егин, и ореоза 18-летнего поэта Владимира Ленского, где он обращается к Ольге. Как учили эту девочку, это первый вопрос. И второй, как нужно научить мальчика, который подойдет когда-нибудь к этой девочке, завоюет ее сердце, и это была первая попытка воздействовать на генопол. Это чудная история, но она совершенно не подтверждает наличие тогда, не знаю, когда, больше вакансий. Ну, такая девочка. Но если прийти вообще просто к ней в гимназию, где еще там 30 таких девочек, и всем показать, я сильно сомневаюсь, что они все это споют. И у вас нет этому доказательств. Я просто всегда отношусь, как вам сказать, очень настороженно к людям, которые говорят, вот так, да, это было да, а сегодня это вот так. Это как Аркадий Райкин, вот тогда зима была, ох, зима, а сейчас, раз это зима, это из этой области. Доказательства у меня есть. Петр Ильич Чайковский ежедневно получал огромное количество писем от своих слушателей, от любящих его музыку. Тогда не было интернета, тогда почта шла долго, нужно было сидеть и долго рукой писать письмо. Сегодня замечательный композитор московский Женя Щербаков не получает ни одного письма. Вы меня простите, Щербаков может быть замечательный композитор, но не Чайковский. А почему вы так думаете? А потому. А вот потому не доказано и невозможно, потому что нельзя доказать, что Пушкин лучше за Товратского. Но я вам скажу, что когда работал Самуилович Чамаршака, литературным секретарем, то он получал кучу писем, но это было всего-то ничего. Это нельзя говорить, что это тогда. Это все сейчас. Ну хорошо, мне тогда было 20, а сейчас мне чуть больше. Но вы же подтверждаете то, о чем я говорю. Да нет, это просто, когда это стоящее по-настоящему, когда это людей захватывает, то они получают кучу писем, я вас уверяю. Уверяю. Но если исходить из этого, то тогда я не меньше, чем Маршак, потому что я получаю каждый день тысячи писем. Ну вот видите, значит, и вот вы и подтверждаете, что при отсутствии, хоть и есть интернет, а все равно вы получаете эти письма. Значит, если что-то задевает человека, он пишет. А это не доказательство того, что тогда больше понимали, чем сейчас. Все-таки. Я думаю, все-таки доказательство, потому что очень ждали музыки Чайковского, очень интересовались музыкой Мусоргского и запрещала цензура музыку Мусоргского. И он тогда, семинарист запрещен, он ужасно обрадовался. И шли дискуссии, посмотрите, сколько дискутировали кучкисты со стороны Балакирева и Чайковский. Это что творилось? Петербург был разделен на две группы. Они любили Чайковского. А в 19 веке людей, ходящих на концерты, людей, умевших читать элементарные книги, было ничтожное количество. Это была страна сплошной безграмотности, почти что, Россия тогда. Потому что это была страна крепостническая или только освободившихся крестьян, полуграмотная. Все-таки это так. Мы, как говорят в Америке, давайте мы согласимся и не соглашаться и попросим наших зрителей посмотреть высокохудожественную рекламу. Знаете, в ваших высказываниях довольно много парадоксального. И в частности, когда вы говорите, что, например, классическую музыку, когда называют серьезной, это неправильно, что вы говорите так, это величайший абсурд на Земле. Серьезная музыка это, как правило, попса. Ну, все-таки это эпатаж, нет? Игра слов. Конечно, это эпатаж и это парадокс. Почему? Потому что классическая музыка это связь с космосом, это идея бессмертия. А попса, ну, полюби меня такой, кака, я, я есть. Ну, хорошо. Вы сами понимаете, что это серьезно. А что такое вообще попса? Потому что попса это сокращенное от слова популярное. Да, да, да. Так что такое попса? Например, Эдит Пьяв, это попса? Нет, это границы размыты. Вот тут надо говорить серьезно. Понимаете, если говорить серьезно, то для этого не хватит. Вот эти все вопросы, которые требуются. А вы говорите за 10 минут, я это... Нет, нет, это вырвано из контекста фразы. Когда я говорю об этом, встречаясь с людьми, которые считают, что классическая музыка, это музыка только серьезная, очень сложная для понимания. Я, когда это говорю, сажусь за рояль, играю, вот играю, я говорю, как вы думаете, кто это? Это Гайден, отец соната и симфонии. А вот это кто? И начинаю играть. Это кто? Это Моцарт. Это Моцарт. А вот это кто? Бетховен, ранний. И опять легко. И играю, играю. Смотрите, сколько легкой, светлой, свежей, радостной музыки. Это в контексте, поймите, вырывать меня очень опасно. Нет, нет, нет. А вы можете, в принципе, дать определение попсы? Попса это... Вы знаете, она очень многогранна, попса. Попса это такой декларативно-эмоциональный сгусток энергии, который прежде всего рассчитан на людей, которые не очень читали, не очень поэзией занимаются, не очень слушают большую музыку и достаточно, как сказать, упрощены в своем взгляде на мир. Вот так, если так вот сейчас сказать. Ладно. Но поскольку границы размыты, то когда вы говорили обидите пяв, а обидите пяв, то это уже не попса в том традиционном смысле. И я многое могу в том, что мы называем популярным искусством, популярной культурой, отнести ближе к классическому, а кое-что из классического убрать вообще, потому что само слово классическое не есть индульгенция для того, чтобы музыка вечная и для того, чтобы музыка обязательная для прослушивания. Все не так просто. Просто самое главное, чтобы слышать концепцию, а не отдельные фрагменты. Вам не кажется опасным давать определение? Я скажу, что я имею в виду. Ведь многие произведения, которые ныне мы называем классикой, в свое время, как вы прекрасно знаете, поносили последними словами. Ну, опера «Безе Кармен», «Весну священную» Стравинского, некоторые произведения, даже Моцарта, принимались так, что-то никуда не годится. И Бетховена, и Баха. При нем два раза без жизни о нем писали в энциклопедиях, и оба раза плохо. Ну вот. Значит, все-таки это время определяет. Верно. Именно поэтому я стою за классику. Это то, что проверено временем. Только. Это не степень серьезности или легкости, а это степень вечности. То есть, человек – двуединое существо. Он живет здесь и сейчас, и тем не менее, он по пути из прошлого в будущее. Вот этот путь из прошлого в будущее – это классика. А здесь и сейчас – это популярное. Отлично. Отлично. Теперь смотрите. Вот я думаю, что вы должны со мной согласиться, что один из признаков старения человека, и это видно исторически, когда читаешь разные тексты, это, если говорить так общими словами, это слова «а раньше было лучше». Старые люди почти всегда говорят «вот раньше было лучше». Ну, вам, как я знаю, немногим больше 60, так что совсем не старый. И поэтому я чуть-чуть удивился, когда прочитал следующее у вас. «Я успел застать тот прежний мир, но то, что я наблюдаю в течение последних десятилетий, дает мне повод думать, что я являюсь свидетелем заката цивилизации, причем независимо от того, какая в стране власть, советская или любая другая. Вот этот тот, прежний мир, это вот какие годы тот прежний мир? Мне просто в жизни повезло. И когда закончился вот тот прежний мир? Мне в жизни повезло. Я детство провел в городе Витебске. Да. Вот тот мой мир, это Витебск, в котором были люди, которые помнили Шагала, помнили Консерваторию, помнили Малевича, помнили Салертинского с Пумпянским, дискутирующим о разных культурах планеты Земля, двух уникальных людей. Салертинский стал известнее, Пумпянский рано умер и ушел. Помнили Гаврила Юдина, помнили Марию Венеминну Юдину. То есть вот то, где я жил, я шел со скрипкой по городу, и меня старички из окон звали к себе, и я стоял со скрипкой маленький, и часами слушал их рассказы о Бессмертном, о Живе, о профессорах, о Малько, ученике Ремского-Корского, который потом уехал в Австралию, о двух витебских оркестрах, из которых один играл музыку 20-го века для любителей остроты, город таинственный, город, в котором когда-то я еще где-то писал, что имперский поезд как сперматозоид проник в это лоно этого старого маленького еврейского города, и произошло столкновение каких-то оседлых еврейских старых традиций с великой петербургской силой, и в результате появился Шагал, который аналог Моцарта, Малевич, революционная так называемая живопись, музыка, огромное количество просвещенных людей, там же Лажечников был вице-губернатором, которого Герц назвал Совесть России, и я провел детство там, и я когда уехал из Витебска, мне было странно, я-то думал, что вся страна такая с этими старичками и старушками, с большим количеством интеллигенции, которые говорили на чистейшем русском языке, поэтому это не ностальгия вообще по юности и детству, это ностальгия по тому Витебску, который я знал. Это даже не ностальгия, вы не говорите о ностальгии, вы просто говорите о том, что вам повезло, вы успели застать тот мир, а теперь вы говорите о закате цивилизации, не сильно ли, не перебор ли, закат цивилизации. Опять же, я человек очень эмоциональный, и когда вот то, что я скажу, где-то записывается, ну а как иначе? Ну да, выхода же нет, век интернета, мы люди, а как, вы же можете сказать, тем более, если вы выступаете с лекцией, вы же не можете сказать людям, не записывайте. Нет, не могу, но там всюду есть контексты, вот сейчас я вам дал контекст собственного взгляда на то время, сегодня, когда я приезжаю в Витебск, мне больно, вот я сравниваю Витебск тех лет и нынешних лет, ну понимаем, и это совсем не тот Витебск, ну конечно, понимаете, вот что я увидел, и я когда увидел, что Витебск в закате, то есть там построили церкви, отстроили, покрасили дома, там фестиваль, базар и так далее, то есть там все это есть, но там ничего нет, на самом деле, то есть город Шагала превратили в город поп-музыки, и теперь Витебск славен, культурная столица тем, что в нем поют поп-мелодии, вот о чем я говорю, но это в контексте, а если сказать, раньше было лучше, нет, нет, в контексте-то ладно, но все-таки эти слова, закат цивилизации, вы понимаете, что это, да, это довольно серьезное заявление, а вы не чувствуете, у вас нет ощущения заката цивилизации? Вы знаете, я вам скажу такую вещь, Михаил Семенович, когда вы будете вести программу, и пригласите меня, вы будете задавать мне вопросы, и я вам буду отвечать, а сейчас нет, то, что я вижу, оставим покоем, я все-таки еще раз говорю, могу только сказать, когда я говорю, я чрезвычайно, как вам сказать, внимательно отношусь к тому, что я говорю, иногда бывает, что в пылу спора я говорю то, о чем я сожалею потом, вот бывает так, даже кого-то обидел, сказав несколько резко, но закат цивилизации, это определение какое-то. Знаете, зачем я говорю? Для того, чтобы те люди, которым на роду написано поддержать цивилизацию, помочь ей, участвовать в том, чтобы строительство великой культуры не прерывалось ни на миг, вот эти люди должны загореться и жить. У меня сейчас вопрос, не дать научную оценку, закат цивилизации, первое, второе, третье, четвертое, А, Б, Ц. У меня задача эмоционально воздействовать на людей и попробовать вместе, совместными усилиями, не позволить великой иудейско-греческо-римской цивилизации погибнуть, потому что причин, и если мы сейчас начнем говорить о том, в чем это проявляется, это будет очень большой. Ну, хорошо, но тем не менее, ведь эта тема, она у вас существует, потому что вы далее развиваете эту мысль, вы говорите по поводу заката цивилизации, мне показалось, что гибель ее, то есть цивилизации, кем-то умело срежиссирована, как будто какая-то параноидальная группа людей получила доступ к невероятным медийным системам, к огромным деньгам, им показалось, что они могут завоевать абсолютную власть. Вообще сейчас очень популярны такие разговоры, так сказать, о коварном мировом правительстве, какой-то такой силе, который нами управляет и хочет этот... И вы туда же что ли? Нет, нет, нет. Это не мои слова. Нет? Это не мои слова. Как мне ваши? Да вот так. Вот так вот примитивно... Это с вашего сайта прямо? Вот так примитивно я не говорил. Значит, на сайт поместили просто статью не проверив. Хорошо, значит, вы так не считаете? Нет, потому что шведские журналисты, например, мне всегда дают очень четко на проверку, на вычитывание того, что я сказал, и сказал. В России как-то это стало немодным. И такое он понапишет, что я просто... Значит, еще раз. Вы не считаете, что есть какая-то группа людей, которая получила доступ к невероятным медийным системам, к огромным деньгам, и им показалось, что они могут завоевать абсолютную власть, и что именно они являют, так сказать, способствуют гибели цивилизации? Вот так я не считаю. Не считаю. Но одну деталь я могу сказать. Действительно, то, на чем сегодня можно заработать большие деньги, я прежде всего имею в виду телевидение, это прежде всего. Сегодня роль телевидения не творческая, не художественная чаще всего, не философская, не психологическая, не политическая, не добрая, а прежде всего, под что можно дать рекламу. Мои 64 фильма, которые я снял у Игоря Абрамча Шатхана с Натальей Кугашовой, их показывали по ТВ-центру в час ночи, в ночь с понедельника на вторник. Но показали? Показали в час ночи. Да. Но показывали так то раз в неделю, то вдруг без предупреждения подряд пять дней. Ну, хорошо. То начали беспитаться сейчас. Послушайте, вот мы с вами сейчас в эфире, у нас реклама. Вполне реклама и реклама. Не дешевая. А мы же сами говорим о серьезных вещах. Да. Ну, значит, не все так, как вы. Понимаете, все-таки я сторонник того, чтобы взвешенно, понимаете, говорить. Ведь вот вы говорите там, СМИ зомбирует, особенно телевидение, зомбирует людей. Раз зомбировать человека может только искусство. Когда освобождается знание, человек начинает мыслить и мыслящие люди начинают творить. Хорошо. Раз зомбировать не знаю. Но вы не думаете, что, например, вот для кого-то раз зомбированный, думающий, внутренне свободный человек совсем даже и нежелателен. Уверен в этом. И тогда, если так, то вы считаете, что современные средства массовой информации, в частности, в России, но не только в России, специально направлены на то, чтобы зомбировать, чтобы человек не думал, чтобы он, так сказать, был управляем. Как вы думаете об этом? Сейчас я скажу в нескольких словах, потому что об этом опять нужно говорить долго. Средства массовой информации не столько поднимают человека выше, сколько стараются потрафить ему на том уровне, на котором он есть. Вот в чем беда. Вот это точнее. То есть вот высчитать такого среднеразумного типа человека со средней школой, у которого был кусок географии. Вот я же не случайно сейчас занимаюсь созданием школы нового типа. И такие школы есть. Челябинск отрылся. Мы выйдем к этому. Мы выйдем на этом еще. Я очень хорошо с вами об этом говорить. Я понимаю, о чем вы говорите. Что, в общем, значит, телевидение, в частности, стремится дать человеку то, что он хочет. То, что он может проживать даже не жуя. А то, что... Да. А телевидение, на самом деле, огромная сила могла быть. И почему? Потому что телевидение коммерческое, стремится к рейтингу. Вот. И так далее. Но это во всем мире. Да, я не говорю только о России. Да, да. Это во всем мире. Я с вами согласен. Значит, у вас интересная очень трактовка относительно того, что есть демократия. Это вовсе, говорите, не власть народа. И вы, таким образом, противоречите, на мой взгляд, противоречите целому сомну выдающихся сподвижников демократии. Демократия, по-вашему, это когда правит демос. То есть, это свободные мыслители, а вот охлос, то есть народ, во всяком случае, несомненное большинство, к демократии не имеет никакого отношения. Примерно так. Правильно я... Ну, так было в Греции. Хорошо, но сегодня. А демократия с тех пор понятия не изменилась. Хорошо. Значит, преамбула Декларации независимости Соединенных Штатов Америки, написанной в 1776 году. Никакая не Древняя Греция, а, в общем, первая страна в современной истории, которая считается демократической. Цитирую. «Мы считаем эти истины самоочевидными, что все люди рождены равными, что человек наделен своим создателем некоторыми неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, на свободу и на добывание счастья». Вы не разделяете эту точку зрения? Абсолютно разделяю. Разделяю. Конечно. Это совершенно разные вещи. Значит, рождены равными. Нет, вы учтите, что такое демократия в сегодняшнем понимании. Это когда у профессора и у бомжа всеобщее равное избирательное право. Конечно. Вот. Считаете это нормальным, логичным? Я считаю, что это неизбежно в демократии. Нет, это трагедия. Как это можно сделать так, чтобы вот значит, есть, кстати, в России сегодня особенно продвинутые некоторые дамы и господа, считающие себя весьма демократическими, которые выступают против всеобщего избирательного права. Моя прабабушка и жени Небуае француженка была первой суфражистской Франции. Она боролась за то, чтобы все женщины могли быть избранными и голосовать. И она этого добилась и во Франции считается, так сказать, великой женщиной. Вообще, право выбирать это одно из основных демократических прав. А вы говорите профессору вот можно, а этому нельзя. Другие говорят, если он не платит налогов, значит ему нельзя и так далее. То есть, вы отнимаете одну из самых главных демократических прав выбирать. А вы уж тогда сделайте школу таким образом, чтобы я понимал, кого выбирать. А я не хочу отнимать. я хочу поднять его, этого человека, чтобы он понимал, осознавал, кого он выбирает. Вот и все. Хорошо, но пока, если он не понимает, значит нет, будет тест, мы ему зададим 10 вопросов, и он понимает, тогда да, а нет, так нет. Вы знаете, я несколько ограничен во времени и возможностях. Этот разговор мог бы состояться много раз подряд, потому что каждый... Вы уже третий раз уходите от ответа. Каждый из ваших вопросов требует очень обстоятельного ответа. Его нельзя ответить быстро, потому что это судьбоносные вопросы и ответы. Понимаете? Если я сейчас лаконично в нескольких словах скажу, что да, я считаю, что профессор, у него больше знаний, чувства, непонимания, чем у бомжа. И поэтому, если бы профессоров больше, чем бомжей, то тогда президент, которого они выбирают, профессорский. Я согласен. А если бомжи, то бомжи. Я согласен с этим. То есть вот и все, все очень просто. Ну и что делать теперь? Бомжей больше. Нет, делать теперь одно. Вы читали у меня, что я говорю о том, что гений, вообще мы рождены гениями, у нас золотые сечения в теле, у нас кругом золотые сечения, возьмите, вот, от локтя до конца длинного пальца. Нам не дано предугадать, как слово золотое сечение наше отзовется. Или Москва, как много в этом звуке, для сердца русского слилось. Посмотрите, все время у Пушкина и у Тютчева, да, у них на золотом сечении, на пульсе. И я вам сейчас наиграю четвертую симфонию Брамса, если бы здесь был рояль, и показал бы, что там же кульминационная двойная роминанта. Я не спорю с вами, я еще раз говорю, профессоров всегда будет меньше, чем не профессоров. Так вот, задача бомжей поднимать. Почему бомжей? Слушайте, страна не состоит из бомжей. Условно говоря, бомжей, но не бомжей в прямом смысле. Но не давать им возможность пока голосовать? Пока они пока. Да, вы увидите, кого они вам наглаживают. Да, мы видим. Вот и все. Так что же вы меня спрашиваете? А что теперь делать? Как что теперь делать? Школу менять. Именно поэтому я сейчас езжу повсюду и строю школы. Если я правильно понимаю, вы за, я бы даже сказал, революционную реформу школьного образования в России. Да и не только в России. Не только в России. Школа пока, это школа старого клипового сознания. Кусок географии, оторванный от куска истории. Почему клипового? Так было всегда. Школа всегда была такой. А теперь нельзя, потому что любой ребенок с точки зрения интернета больше знает о Джамалугме, чем старый учитель географии. Да, это же понятно. Ну, что же тут удивляться-то? Поэтому идея... Понял, понял. Идею понял. Теперь еще одно. Почему вы, вроде человек широких взглядов, много знающий, слышавший, читавший и так далее, то и дело подчеркиваете разницу между Россией и Западом. Во-первых, я не понимаю, когда говорят Запад. Запад – это очень много разных стран. Америка – Запад, Швеция – Запад, Португалия – Запад, и они мало чем похожи. Да даже Япония в этом толковании – Запад. И вы все время подчеркиваете, не все время, но часто, что отличие заключается в том, что Россия духовная, а Запад не духовная. Это очень как РПЦ, между прочим, прям совпадает. Вы говорите, в частности, такие странные вещи. Где же такое, что Запад, значит, по поводу искусства, вы говорите, что на Западе искусство – это дизайн, а в России – это свет в конце туннеля. То что же такое? Почему? Это что же такое на Западе? Это как понять? Это Леонардо да Винчи дизайн? Да нет. Это Шекспер дизайн? Нет, это неправильно. А что же это? Это неправильная трактовка. А что это? Я, живя на Западе и видя, что происходит, вижу, что на Западе культура – это дизайн. Где на Западе? Где вы здесь, в Швеции? Ну, в Швеции. Подумай в Западе. Во многих других странах. Дизайн – это значит, я пью кофе, и дайте мне кофе Моцарта. И я хочу получать удовольствие. Вот это и есть дизайн. Искусство – это не удовольствие. Это борьба между жизнью и смертью. Но почему вы считаете, что они там хотят получать удовольствие? Где это? Откуда вы взяли вообще? Да, потому что я, выступая здесь и там, вижу разницу. Мои слушатели, они живут сердцем. Они любят, они помнят. На Западе… То есть, опять, русские особо, да? Приведу вам пример. Они выше, они… Приведу вам пример. Однажды мне мой режиссер сказал, после постановки нашей совместной «Моцарта против Сальери» в театре. У нас был лист ожиданий и так далее. Да, да, да. Он мне сказал, ты напрасно так идеализируешь шведов. Он пока сейчас дойдет до колбасного киоска, он уже про твоего Сальери думать не будет. Да чего ее идеализировать? Смотрите «Бергмана» и все понятно со шведами. Да, но «Бергмана» в Швеции вы не купите ни одного фильма. Я вас привезу туда. Пойдемте по всем магазинам. Нет «Бергмана», есть американские боевики. Да, вы думаете, в наших, что ли, полно «Бергмана»? Есть. Я пришел на это самое… Я в Петербурге пришел туда. Где это продаются все книги и диски? Этот Кира, не помню. «Глобус», что ли? Нет, нет, нет. Это нужно… Выше «Зингеровский магазин»? Да, 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 да. Я пришел туда, говорю, у вас «Бергман» есть?» Он говорит, сколько… Двух носителей. А в Швеции их нет. Другой момент. И это доказательство. Еще один момент. Это доказательство духовности. В Мадриде, я прошу, фильм «Кармен Сауры» у парня сидит за прилавком. Я говорю, пожалуйста, «Кармен Сауры». Он напирает на компьютере и говорит, нет ничего. И говорит, увы. Никакого «Кармен». Стоп. Да. Тогда подходит женщина постарше и говорит, а что вы просите? Я говорю, «Кармен Сауры». Она смотрит, я говорю, ничего, у вас вообще нет «Кармен» в Испании, нет «Кармен». Он говорит, а он просто набирает с буквы «К» «Кармен». Ну, бывает. Ну и молодежь. Она говорит, с буквы «К». Оказывается, все есть. Надо с буквы «С». Да. «С». Совершенно верно. А он, испанец, набирает «Кармен» через «К». Хорошо. Подчеркиванием особливости русского человека, его духовности, его отличие от Запада, этого самого Запада, какого-то непонятного, который, видно, всех обидел и всех достал, что это ни к чему хорошему не приводит. Я никогда не подчеркиваю этого. Я очень люблю многих моих слушателей на Западе. И у меня только что в Чикаго... Все равно сказать, что вообще евреи так себе, но у меня есть друзья евреи. Да. В Чикаго. У меня было два концерта подряд, и в день второго концерта начался ураган. И было стромовое предупреждение, чтобы люди без необходимости не выезжали из дома. Мой продюсер говорит, все, второй концерт у нас с вами полетит. И все приехали. Все приехали. Видимо, они были русские. И я говорю. Видимо, русские. Я вас всех готов обнять. Понимаете? А они говорят, я говорю, без необходимости нельзя было выезжать. Они мне... Значит, была необходимость. Видите, опять же, была необходимость. Вот. Значит, значит, вы сами себе противоречите. И я вам скажу почему. Сегодня в этих условиях, когда достаточно сложно жить на этом свете, когда дороги часто разрушены, когда многие люди живут в достаточно сложных условиях, и финансовых, и материальных, я хочу поддержать их духовно. Я хочу помочь им верить в то, что это духовная нация, что она будет спасена за счет духовности, за счет музыки, что Россия, не знавшая эпохи Возрождения, не знавшая средневековых академий, не знавшая барокко, ренессанса, ничего не знавшая, она вдруг в 19 веке очень быстро поняла многое и дала миру великую литературу, музыку, поэзию. Вот что я говорю дальше в этом плане, что за одно столетие, от 799 года рождения Александра Сергеевича Пушкина, в течение ста лет от курных изб Россия открыла великую литературу, на которой строится 20 век. Музыку, поэзию, золотой век, серебряный век. Пушкин сидит в Болдино, в осень, съездите и сейчас в Болдино, и пишет Моцарта и Солерия, там глюк, там у него гайден, там у него чего только нет. Мировое образование, мировая культура. Ну, ты, кажется, Блок написал, что матушка Россия, ты сожрала своих поэтов, как свинья своих породов. Это правда. А почему? А жирают, они новые появляются. Почему? Потому что чем больше жрут, тем больше поэтов. Помните, даже тот же самый Горький Пешков сказал, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Вот эта Россия с ее темной ночью порождает звезды. И когда я говорю, я часто говорю не объективные научные истины, а я говорю эмоциональные вещи, чтобы людей поддержать. Понимаете? Времени у нас, увы, поэтому я задам перед тем, как Марсель Пруст с вами говорит, через меня, я как раз являюсь передатчиком Марселя Пруста, вопрос совсем последний о религии. Это сложный вопрос, но я вот что хочу сказать. Значит, вы говорите так. Духовным можно назвать не только и не столько церковного человека, сколько человека, я вас цитирую, с Моцартом, человека с Шекспиром. Вот согласитесь, это другое представление о Боге, нежели церковное, которое требует от человека только веры и запрещает вопросы, запрещает сомнения, надо только верить. Я задам сейчас такой опасный вопрос, но я его задам. У вас нет ощущения, что церковь вообще церковь, я не говорю русская православная церковь, я не говорю католическая церковь, я говорю церковь вообще на протяжении своего существования зомбирует человека? Уверен в этом. Здесь у нас не будет никаких с вами противоречий, потому что одно дело Бог, а другое дело церковь. Церковь это политический институт, а Бог это очень сильное зомбирующее средство. Итак, Марсель Пруст. Если бы человеку было дано послушать только одно единственное музыкальное произведение, так случилось, что бы вы ему порекомендовали? С подготовкой, страсти по Матфею Баха. Если бы человеку было дано прочитать всего лишь одну книгу, которую бы вы ему посоветовали? Фауст Гёте. Если бы человеку было дано увидеть лишь одну картину живописи, какую бы он должен был увидеть? Снятие пятой печати Эль Греко. Если бы вы могли жить, вы, в любое время и в любом месте, то какое это было время и место? Самый сложный вопрос. Всё-таки Германия – эпоха немецких классических философов. Хайдельберг. Я там всё узнал, приехав сразу. Какое ваше самое заветное желание? Перевесить при помощи культуры, искусства и мысли вот ту группу людей на той, для которой нет культуры и искусства. Скажите, вы нравитесь себе? Только сам с собой, оставаясь наедине, я в основном себя грызу. А когда я на людях, я нравлюсь себе. Я артист, а не лектор. А есть ли историческая фигура, которую вы ставите выше остальных всех? Историческая фигура? Ну вот сейчас сложно сразу ответить, потому что их несколько. Но я скажу всё-таки так. С одной стороны, это, безусловно, Сократ. С другой стороны, это Шопенгауэр. С третьей стороны, это Исайя Берлин. Хорошо. Среди всех женщин, которых вы когда-либо видели сами, в киноле, просто в жизни, в живописи, в скульптуре, какая представляется вам самая прекрасная? Из тех, что я видел в истории? В живописи, в скульптуре, в жизни, в кино. Но если в жизни, то пока тоньше и красивее моей жены, и её облика уже на протяжении 42 лет, я всё равно не встречал. Все лица, мне кажется, более грубыми по сравнению с внешностью моей жены. Татьяна. Скажите, пожалуйста, для вас стакан полупустой или полуполный? И всё-таки полупустой. Но при этом ощущении мне хочется его наполнить. Оказавшись перед Господом, что вы ему скажете? Я бы его спросил, нравится ли ему то, что сказал один из его посланников, Йоганн Вольфганн Гёте, однажды. А Гёте сказал, что все противоречия всех религий заключаются в противоречии между всесилием Бога и свободой воли. Как он разрешит эту противоречию? Ведь он же знает, что Гёте его посланник. Потому что если Гёте не его посланник, то тогда вообще не о чем говорить. Тогда цивилизация упадёт завтра. А раз твой посланник говорит такую вещь, то давайте прислушаемся к ней. Давайте решать, совершила Ева грех или нет. Потому что всё, без Божьей воли ни один волос в голову не падает. Если Ева совершила движение, при котором вся детерминированная система полетела, и Божий весь замысел полетел в другую сторону, давайте решать. Давайте решать, совершил ли Юда преступление, введя христианство, передав Христа на распятие. То есть давайте выясним, вот это бы я задал Богу этот вопрос. Господи, ответьте. Мы с вами совпадаем, видимо, в том, что и у вас, и у меня к нему есть несколько серьёзных вопросов. Очень серьёзных. Потому что я слышал, что у вас говорят, доброта, там спасибо, до свидания, пожалуйста, и рад, и всё. То есть всё такое патока. А на самом деле с Богом нужно говорить глубоко. Он же остроумный, серьёзный, глубокий. И надо попробовать приблизиться к нему. И вот здесь самое главное. Ведь что такое для меня религия? Это всё, где нельзя задавать вопросы. Это всё религия. Будь то коммунизм. Дамы и господа, это был Михаил Козинник. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»